добро пожаловать на наш канал сегодня мы с вами поговорим на удивительно интересную и загадочную тему как наши грехи могут проявляться в виде болезней а древних времен до наших дней люди верили что моральные проступки могут отражаться на теле хотите узнать какие болезни связываются с гордыней завистью или леностью оставайтесь нами это будет не только познавательно но и полезно для каждого из нас вы знаете в течение многих веков в разных культурах существовало убеждение что здоровье человека напрямую связано с его духовным состоянием и поведением народных и религиозных традициях считалось что болезни не всегда является следствием только физических факторов такие как неправильное питание или инфекции часто они рассматривались как наказание за грехи или предупреждение о необходимости исправления образа жизни далее мы сами разберем какие болезни традиционно связывали с теми или иными грехами и как моральные проступки могут отражаться на состоянии здоровья христианской традиции и народной медицине болезнь рассматривается как сигнал который посылает тело человеку для того чтобы обратить внимание на внутренние проблемы эмоциональные духовные или моральные считалось что духовные грехи такие как гордыня зависть злоба алчность могут не только нарушать внутреннюю гармонию человека но и проявляться в виде физических болезней болезнь таким образом становится не только испытанием но и возможностью для человека задуматься о своем поведении исправиться и вернуться к духовной чистоте гордыня один из главных грехов упомянутых в христианстве и считается что она ведет к развитию сердечно-сосудистых заболеваний гордые люди по народным представлениям часто страдают от гипертонии ишемической болезни сердца и других проблем с сердцем дело в том что гордыня заставляет человека замыкаться на своих достижениях и ставить себя выше других это ведет к постоянному внутреннему напряжению тревожности и даже злости что в конечном итоге негативно сказывается на сердечно-сосудистой системе кроме того у таких людей повышается риск инсультов и инфарктов болезни сердца традиционно воспринимались как наказание за эгоизм высокомерие и неспособность проявлять сострадание в другим зависть и ревность в народных поверят всегда считались разрушительными чувствами которые могут приводить к заболеваниям печени и желчного пузыря желчь как физическая субстанция ассоциировалась с горечью и завистью люди склонны и к зависти часто страдали от проблем с пищеварением особенно от болезни печени считается что этот орган страдает из-за накопления негативных эмоций которые не находят выхода ревность также воспринималась как сильный разрушительный фактор она сжигает человека изнутри отравляя его ум и тело именно поэтому народе верили что ревнивые люди часто страдают от заболеваний желчного пузыря не могут использовать проблемы с обменом веществ ложь и обман всегда были осуждаемы в религиозных и моральных системах а за этот грех по поверьям часто наказывались болезни горла и дыхательной системы люди склонные к лжи часто страдают от хронических воспалений горла кашля и даже от проблем с легкими согласно духовной традициям горло это канал через который человек выражает свои мысли и чувства когда человек лжет этот канал блокируется негативной энергией что приводит к заболеваниям дыхательной системы проблемы с горло могут сигнализировать и о необходимости быть более честным самим собой и окружающими людьми гнев и злоба народных поверьек напрямую связаны с заболеваниями желудочно-кишечного тракта человек который постоянно злится и испытывает агрессию часто сталкивается с язвами желудка гастритом и расстройствами пищеварения считаю что злоба съедает человека изнутри это проявляется через болезни органов пищеварения кроме того нервное напряжение связано с гневом вызывает спазмы и нарушения работы кишечника что может приводить хроническим заболеваниям и общему ухудшению здоровья алчность и жадность в народных представлениях связаны с заболеваниями суставов и костей люди одержимые с жадностью нередко страдают от артрита остеопороза и других заболеваний опорно-двигательного аппарата это объясняется тем что алчность как внутреннее качество заставляет человека цепляться за материальные блага лишая его гибкости и подвижности как духовном так и физическом плане считается что жадность нарушает гармонию между душой и телом что ведет к блокировкам в энергетических каналах отвечающих за здоровье костей и суставов таким людям рекомендуется заниматься благотворительностью и учиться отдавать чтобы восстановить внутренний баланс лень и праздность всегда осуждались как грехи которые ведут к духовной и физической деградации эти грехи ассоциируются с заболеваниями опорно-двигательного аппарата такими как боли в спине слабость в мышцах и хроническая усталость пассивный образ жизни вызванные ленью не только ухудшает физическую форму человека но и лишает его жизненной энергии люди страдающие от лени часто сталкиваются с проблемами позвоночника и сустава что символически отражает их неспособность двигаться вперед в жизни как в духовном так и физическом плане отсутствие веры духовности связи с высшими силами нередко связываются и с психическими расстройствами и депрессией христианской традиции неверия воспринимается как причина духовной пустоты которая может привести к расстройству ума такие люди часто испытывают тревогу страх депрессии и даже психические заболевания считается что человек которая а который отвернулся от бога теряет не только духовную опору но и внутренний баланс что в итоге приводит к расстройству психического здоровья жадность и алчность связывали и с болезнями суставов особенно рук считается что жадные люди не желающие делиться с другими зажимают богатство что символически отражается на их теле болезни суставов такие как артрит и ром ревматизм чарста рассматривались как следствие нежелания помогать ближним и проявлять щедрость руки в данном случае считается символом открытости к миру и возможности отдавать когда человек живет с жадностью и отказывается делиться него руки и суставы начинают страдать от боли и ограничения подвижности лени в народных представлениях всегда считалось одним из самых серьезных грехов люди склонны к праздности и нежеланию работы часто сталкиваются с проблемами позвоночника и спины болезни спины такие как остеохондроз и радикулит рассматриваются как следствие нехватки активности и неспособности двигаться вперед как физически так и духовно спина символизирует опору человека в жизни когда человек отказывается от труда его позвоночник начинает страдать как символ того что он отказывается нести свою ответственность обжорство или чрезмерное увлечение едой народных традициях связывали с заболеваниями желудка и кишечника люди склонны к перееданию и чрезмерному потреблению пищи могли страдать от язвы гастритов и других проблем с пищеварительной системой эти болезни считаются наказанием за отсутствие веры и контроля в питании кроме того обжорство может вызвать ожирение диабет и другие хронические заболевания это еще раз подчеркивает важность умеренности в пище и заботы о своем теле печень в народной медицине и эзотерических учениях часто символизировала внутреннюю чистоту и способность человека справляться с негативными эмоциями люди одержимые имея жаждой богатства которые во всем ищут только материальную выгоду могут страдать от заболеваний печени этот орган отвечает за очистку организма а когда человек живет алчностью его печень начинает накапливать токсичные эмоции что приходит приводит к физическим недугам алчность как и зависть символизирует накопление не только материальных благ но и внутренних ядов что может привести к болезням печени таким как гепатит или цирроз распущенность и разврат согласно народным верованиям приводит заболевания мочеполовой системы люди ведут ведущие беспорядочную половую жизнь могут страдать от инфекций и воспаление в области половых органов болезни такие как цистит венерические заболевания и проблемы с почками рассматриваются как следствие чрезмерного потакания своим плотским желанием распущенность приводит к утрате морального контроля что отражается на состоянии органов ответственных за продолжение рода и жизненные силы человека зависть считается разрушающим чувством которое негативно влияет на внутренний мир человека народных традициях зависть ассоциируется с болезнями желчного пузыря и пищеварительной системы желчь символизирует накопление горечи и негативных эмоций а завистливые люди часто страдают от таких болезней или как камни желчном пузыре или как вариант хронические заболевания зависть отравляет не только душу но и тело а болезни пищеварения связаны с этим грехом становятся физическим проявлением внутренней неудовлетворенности и агрессии мстительность и ненависть которые долгое время накапливаются в человеке считаются причиной заболеваний крови люди склонные к мести могут страдать от анемии повышенной свертываемости крови или других проблем с кровеносной системой народной медицине считается что кровь символизирует жизненную силу а негативные эмоции желания мести загущают ее приводя к болезням ненависть нарушает нормальное течение энергии в теле и это отражается на состоянии крови что может вызвать серьезные заболевания жадность и скупость ассоциируются с кожными заболеваниями такими как экзема или псориаз народных поверьях кожа символизировала защиту человека от внешнего мира когда человек чрезмерно жаден его тело перестает быть защищенным и кожа как барьер между внутренним миром и окружающей средой начинает страдать кожные болезни считаются физическим проявлением накопление негативных эмоций и закрытости от окружающего мира жадные люди по народным поверьям были более склонны к проблемам с кожей так как их внутренний мир был наполнен сжимающей энергией при при люба деяния или измена также рассматривается как один из тяжелых грехов ведущих болезням сердца христианской традиции считается что предательство в любви разрушает эмоциональные связи между людьми и вызывает страдания не только в душе но и в теле люди склонные к измена могут страдать из сердечных болезней такие как аритмия инфаркты или ишемическая болезнь сердца сердце символизирует любовь и эмоциональную привязанность и когда человек разрушает эти связи через измену его сердце начинает страдать уже физически ложь лицемерие и неискренность связаны заболеваниями легких и дыхательной системы люди которые часто лгут или ведут двойную жизнь могут страдать от хронических бронхитов астмы и других заболеваний дыхательной системы легкие символизируют чистоту и прозрачность в общении когда человек задыхает истину или скрывает правду выдыхательная система в этот момент достаточно сильно страдает тщеславие или чрезмерная забота о своем внешнем облике и желание всегда быть в центре внимания традиционно связывалась с болезнями глаз люди склонны к тщеславию часто страдают от проблем с глазами такими как катаракта глоукома или снижение зрения считается что излишняя фиксация на внешности мешает человеку видеть истинную суть вещей и развивать внутренние ценности глаза символизируют восприятие мир и когда человек уделяет слишком много внимания тому как он выглядит для окружающих это влияет на его способность видеть вещи такими какие они есть болезни глаз могут стать следствием духовной слепоты и неспособности признать важность внутренних качеств высокомерие или презрение к другим часто ассоциируется с болезнями шеи и шейного отдела позвоночника считается что человек который смотрит на других с высока и презрительно относится к окружающим может испытывать хронические боли в шее остеохондроз шейного отдела позвоночника или даже воспаление в этой области шея символизирует гибкость и способность взаимодействовать с миром когда человек высокомерен он теряет способность быть гибким и открытым для других точек зрения что может привести к напряжению и болезням шейного отдела лицемерия или двуличия ведет к нарушению целостности внутреннего и внешнего мира человека люди склонные к лицемерию часто страдают от кожных заболеваний такие как дерматит акне фурункулы или экземы народных поверья кожа символизирует внешнее отражение внутреннего состояния когда человек ведет двойную жизнь или скрывает свои истинные чувства его кожа может страдать от воспалений и раздражений кожные болезни считаются предупреждением о необходимости очистить свои мысли и поведение чтобы восстановить баланс между внутренним и внешним миром корыстолюбие это стремление извлекать выгоду из любых ситуаций даже в ущерб другим народных поверьях этот грех связывается с проблемами ног люди живущие корыстными целями мог могут испытывать боли в ногах варикозное расширение вен или даже паралич считается что корыстолюбие затрудняет движение по жизненному пути и мешает человеку правильно направлять свою энергию ноги символизирует способность человека двигаться по жизни когда его движение мотивированы исключительно коростью это блокирует его прогресс как на духовном так и на физическом уровне трусость или постоянный страх перед жизненными труд трудностями и вызовами ассоциируется с болезнями легких и дыхательных путей человек который избегает столкновений с трудностями не может принять ответственность за свои поступки часто страдает от астмы бронхита или хронических заболеваний легких легкие символизируют свободное дыхание и принятие жизни во всех ее проявления трусость блокирует этот процесс заставляя человека жить в страхе что приводит затруднениям с дыханием и заболеванием дыхательных органов клевета распространение ложной информации о других часто ассоциируется с заболеваниями ушей люди склонны и к сплетням и клевете могут страдать от хронических инфекций ушей снижение слуха или других проблем с ушами народные традиции уши символизируют способность слышать истину а клевета блокирует этот процесс вызывая тем самым физические проблемы клеветники не только плохо слышат правду но и наносят вред другим своим ложными словами что отражается уже на их собственном здоровье неуважение к родителям всегда считается серьезным грехом при этом различных культурах этот грех часто ассоциируется с болезнями позвоночника считается что позвоночник как основа человеческого тела символизирует поддержку который человек получает от своих предков когда человек не уважает своих родителей это может привести к проблемам с позвоночником таким как сколиоз грыжа или радикулит позвоночник это опора тела и неуважения к тем кто дал жизнь нарушает эту опору как на физическом так и на духовном уровне уныние и отчаяние которые ослабляют волю человека к жизни ассоциируются с заболеваниями нервной системы люди впавшие состояние глубокого отчаяния часто страдают от неврозов депрессии бессонницы и даже психических расстройств уныние разрушает внутренний баланс основе ослабляет нервную систему делать человека уязвимым к эмоциональному выгоранию постоянное ощущение безысходности и не способность видеть светлую сторону жизни истощает ресурсы нервной системы что приводит к серьезным заболеваниям чревоугодие или чрезмерное увлечение едой и питьем традиционно связывается с болезнями и еще и щитовидной железы этот орган отвечает за обмен веществ и когда человек не знает меры в питании и злоупотребляет едой это может привести к проблемам с щитовидной железой таким как гипертериоз или гипотериоз щитовидная железа символизирует контроль над телом и его функциями когда человек теряет контроль над своими желаниями это отражается уже на ее состоянии праздность или полное бездействие рассматривается как грех который может привести к болезням кровообращения люди склонны к сидячему образу жизни и отказу от физической активности страдают от таких таких заболеваний как тромбоз варикоз и или проблемы с артериальным давлением кровообращение это жизненно важный процесс который поддерживает активность организма когда человек ведет когда человек ведет праздный образ жизни его кровь застаивается что ведет к заболеваниям разврат им аморальное поведение связывается с болезнями репродуктивной системы люди которые ведут беспорядочную половую связь сталкиваются с такими проблемами как бесплодие киста и опухоли половых органов эти болезни рассматриваются как наказание за потерю морального контроля и нарушение духовного равновесия в области отношений репродуктивная система отвечает за творческую и жизненную силу человека и когда она используется в разрушительных целях это отражается на ее здоровье агрессия вспышки гнева могут привести хроническим головным болем и мигренем люди склонны к постоянным конфликтам и агрессивному поведению страдают от сильных головных болей это объясняется тем что агрессия нарушает нормальный поток энергии в организме вызывая напряжение в области головы головные боли считаются сигналом о том что человеку нужно справиться со своей агрессией и научиться контролировать свои эмоции друзья теперь вы знаете очень важную и ценную информацию какие болезни даются нам за какие грехи прямо сейчас друзья ставьте лайк этому видео обязательно подписывайтесь на наш канал но прямо сейчас на экране вы видите два всплывающих окна друзья это следующие рекомендованные видео для вас нажимайте на то видео которым на интуитивном уровне понравилось больше не смотрите всех вам мыслимых друзья немыслимых благ услышимся с вами уже буквально в следующем видео